Всем привет, друзья! Меня зовут Макс, и в этом видео будут вещи и явления из 90-х. Сейчас Нагиева знают как физрука, а я знаю его как ведущего окон, говорит нам текст на картинке. Но, друзья мои, лично я знаю Нагиева как ведущего осторожно модерна. Было время, и ты там прыгал. Прыгали, ещё как прыгали. А ещё мы играли в салки между гаражами. Я вырос на этих улицах. У моих друзей был такой ковёр, у меня же такого не было. Твоё детство прошло зря, если ты не крутился на этой штуке, а потом не ходил как пьяный. Да, бывало, крутились. Идеальное детство. Сейчас, кстати говоря, по-моему, не играть в такую игру в резиночку. Я не помню, как она называется, потому что всё-таки игра девчачьи, мы в такую не играли. Но вот сейчас я по улице хожу, например, я не вижу, чтобы девчонки молодые и маленькие играли в это. Моё медицинское прошлое. Ну, вот эти вот, как они, витаминки, жёлтенькие, по-моему, и сейчас тоже есть. Ещё аскрутин был вкусный. Неведомая фигня, с которой сталкивались все. Да, для кого-то это были буквы Е, для кого-то буквы Ш, и мы их, короче, просто пуляли и пытались втыкать их в деревья. Не все поймут. Но это актуально не только для 90-х, мне кажется, это всегда так было. Делали такие леденцы дома. Делали, да. Нынешним детям вряд ли понять, каково было счастье найти циферку в сыре. Да, блин, а почему это было так классно, я не могу объяснить, но я точно помню, что я коллекционировал. Звёздный час. Да, ещё была классная программа с Упоневым. Это «Джунгли зовут», «Новая реальность». В общем, мужик был, конечно, классный. Если ты не играл в эту игру, мне с тобой не о чем разговаривать. Ну вот и сейчас играют, игра называется «Вышибалы». Ну, тут всё просто, нужно увернуться от мячика. В общем, такой расстрел. Помните, идти пить домой не вариант, загонят. Потому что телефонов ни у кого не было, и как бы загнать тебя могли только, если в окошко высунуться, и будете орать на весь двор вам «Вася, иди домой». Пока родители на работе, поиграю на цветном. Было дело. У каждого есть такой друг, который так и не вернул вам картридж. Да, мне Джеки Чан игру «Бикетов-Денис» гад не вернул, а я потом Марату не вернул, Рубокопа. Ну и ладно. У кого был такой? У всех. Когда-то заголовки рефератов делали так. Ну да, трафарет такой. Довелось прессовать такими? Довелось. Мне они не нравились никогда, они какие-то были неприкольные. Месяц до каникулы у нас уже было заполнено. Да это там сразу заполнялось, как только дневник купил. Признайтесь, кто любил строить такое? Ну это совсем грандиозное строение. Мы строили такое, но, наверное, поменьше, конечно. Блин, ничего себе, замок целый. Вот это да. Вот фантазия такая у детей. А ты помнишь игрушки 90-х? Да, делали такие штуки. Кстати, даже сейчас можете, не знаю, молодежь, кто если смотрит, выворачиваешь вот это вот колечко на бутылке с другой стороной. Она получается такая шипастая. В общем, три колечка одеваешь на пробку, и вот вам, пожалуйста, булава средневековая, острая. Если бы вы знали, как это было раньше круто. Да, мода на указке была просто нереально, все с ними ходили. И разные насадки одевали с разными... Ой, блин, как вспомнишь. Да, если что, мне 31 год. Кстати, сегодня стукнул 9 августа. Так что не думайте, что мне там 20 или 19. Маленькие 3, большой 5. А еще раньше сигареты продавали поштучно у метро бабки. Как же там поживает мой шкафчик с вишенкой? Сейчас на шкафчике, ну, у меня вот у дочки в садике там фотки клеют детские просто лица, чтобы папа, который приходит раз в полгода за ребенком, понял, где его шкафчик и как его вообще ребенок выглядит. Там еще имена же подписывают. Это было круче, чем Лего. Это было брутально. Не все поймут. Да что тут непонятного-то? Все поймут стопудово. Вспомнил, проследился. Ну, не знаю, у меня детство связано с другими играми. Когда физра есть в расписании? Школьный лайфхак. Возьмите на заметку, уважаемые школьники. У всех такие приборы были дома? Да, именно такие были прямо. А вот они были же. Блин, это вообще мои, наверное. Я из того времени, когда понравившуюся музыку записывали на диктофон. Черт, да! Ну, кстати, у меня был точно такой же телефон, прикольно. У меня каких только не было. А вы помните, как линолеум скользил? Вот сейчас тоже так гоняют. Не только в то время было. Это актуально вообще всегда. На протяжении всей истории нашей планеты, наверное. Герои нашего детства. Да, такие они. А у вас была такая? Была, но я и не пользовался. Планшет нашего детства. Брикгейм. Да, именно такой у меня и был. То же самое. Прямо Брикгейм было написано. Потом, правда, все эти рисунки и кнопки стерлись. Надписи. Такую анкету заполнял каждый жизненно. В детстве заполняли такое девчонки обычные. Нам давали отвечать. Вот это ностальгия. Да, бегемотиков, я помню, собирали. Да, сейчас можно зайти на Авито, вбить коллекцию из киндер-сюрпризов 90-х. И там прям коллекциями можно покупать целыми. Попробуйте. Прикольно. Но я, правда, не знаю, зачем вам это нужно. Беговая дорожка моего детства. Сейчас площадки классно модернизируют. Везде тренажеры стоят. Ну, по крайней мере, у нас в Москве, здесь, где я живу, на каждой площадке практически, блин, стоит тренажер спортивный. Причем не один, там несколько их. Напишите, в других городах так же делают? Или тут только Москвой занимаются? А у вас было такое богатство? Дикие приключения Тимона и Пумба, Mortal Kombat, Матрица, три ниндзя. Да было, конечно. Куда ж без этого? Вот у твоего батья точно была такая шапка. У моего батья, кстати, не была такая шапка. Шапка вообще на самом деле убогая. Я говорю, вне уши мерзнут, она греет только макушку. Кто помнит? У нас такого хоккея не было. Помните эти ключи? Помним. И вот этот вот пенал, не пенал, а, короче, как это называется, я не знаю, емкость из кожезаменителя такого твердого. А вы тоже помните, как вы пытались открыть эту конфету и не оставить на ней бумажку? Да, помним. Потом приходилось изо рта выплевывать, вытаскивать, вытаскивать, да, кусочки бумажки. Ну да ладно, друзья мои. Такие вот дела у нас с вами сегодня. Вот вам снова Нагиев. Если это видео вам было интересно, если вы немножко поностальгировали, то предлагаю поставить этому ролику лайк, посмотреть мои другие видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео с друзьями. И всем пока-пока.